Привет, бро! Сегодня расскажу, покажу Crypto Ball Z on Vemix, игра с блокчейном и NFT. Ссылочка на игру будет в описании, также не забудьте подписаться на телеграм-канальчик. Также в описании ссылочки все всегда у меня есть. Итак, игра представляет собой своеобразный 2D-шный, наверное, своеобразный арканой. Мы набираем героев, они у нас летят, они у нас херачатся. Как мы получаем героев? Мы апаем вот этих маленьких, будем называть их ботов. То есть собираем красных и рандомно они нам выдают какого-нибудь героя. Но пока в основном падает R. Есть одна из R. Давай их еще поэволюционируем. Посмотрим, что нам упадет. Прикольненько. Конечно, R вряд ли. Это, кстати, новый герой Тора. И еще один сделаем. Evolve. Дали нам стихии земли, по-моему. Да, тут у нас герои делятся по стихиям. Соответственно, есть у них слабость между друг другом. То есть какая-то стихия сильнее другой. И на этом все заморочено. То есть геймплей максимально простой. Наши девчушки летят, набивают опыт, набивают какие-то ништяки, проходят этапы. И за прохождение каждого этапа также насыпают ништяки. В чем суть блокчейна? Давай посмотрим на нее. Суть блокчейна. Есть у нас красные кристаллики. 20 тысяч кристалликов. Это одна херка. Соответственно, меняем их. И в день можно менять по 30 штук. Набираем мы эти кристаллики либо с помощью нашего дрона, который можно скрафтить. Притом ресурсы даются крайне рандомно. Можно даже по ходу двух скрафтить. Неплохо. И дронов отправляем, так сказать, работать. Пускай добывают наши кристаллики. Я в этой игре особо не затрачивался. Кристалликов мало. Также у нас есть своеобразный сезон, где мы проходим эти все данные квестики. И можно посмотреть свой рейтинг и сколько мы получим кристалликов за конец сезона. То есть у меня ранг 25958. И через 9 дней, когда закончится сезон, я получу 54 тысячи данных кристалликов, которые можно будет переплавить в херку. Соответственно, кто на первом месте, он получит 300 херка. 300 херка. Ну, вы поняли, ребят. И 600 тысяч кристалликов, которые он также, скорее всего, перекрафтит и выплавит в херку. То есть все у нас тут сводится к херка. Также выполняем различные квестики. Нажимаем Claim All. Почему я не сделал сразу обзор? Вот из-за таких фиговин. То, что очень постоянно идет какая-то проверка сервером, она прям вообще бесила вначале. Она настолько бесила вначале, что даже неохота было заходить. Сейчас более-менее стало все нормально. Есть у нас герои, и тут по прокачке героев все максимально просто. Мы можем делать их. Также апать их, добавляя звезды, соответственно, увеличивая их мощь. Можем их апгрейдить, различные ништяки им делать. То есть повышать атаку, деф, крит, дамаг. Апать им левел, повышая их. Соответственно, чем круче и выше у нас герой, тем дальше и быстрее мы проходим этапы. И тем больше мы получим кристалликов. Правильно, чтобы получить, ты прав. Именно херко. Чтобы получить, как можно больше херко. Чем больше херко мы получим, потом через Вемикс кошелек. Херко меняется, разумеется, на Вемикс кредиты и потом на Вемикс. И вемикс уже выводится у нас через сайт блокчейна. К сожалению, чего не понравилось. Постоянно герои меняются. Мне вот реально уже это задолбало. То есть я выставляю свою ротацию, как мне нравится, чтобы они ходили у меня. Ни хера подобного. Они постоянно смещаются, как-то не так делаются. И это реально напрягает. Ну, мы, наверное, сейчас крафтить-то никого не сможем. Еще одного героя. То есть собираем человечков. Они могут собираться сами. Ты можешь собирать их вручную. То есть как тебе нравится, как не нравится. Это уже на твое усмотрение. Появляются боссы. Боссы нас дамажат. Мы тоже дамажим босса. И этот босс, походу, попался довольно серьезный. То есть снес он уже нашу девчушку, которая бьет палкой. И, и, и... Все-таки добили. Молодцы. И прошли очередной этап. Апнули свой... Будем так сказать, типа боевого пропуска. И можем получить ништячки. Клейм-ревард делаем. Все. Опять получили. И рамк у нас немножко изменился. Игра довольно простенькая. И я даже скажу, что можно запустить на каком-нибудь свободном устройстве, которое вам не нужно. Пускай работает. Вам спасибо за просмотрюлю. Спасибо, что досмотрели до конца. Обнял-приподнял. И до встречи на следующем видосе.